Пашинян шантажирует Россию через ОДКБ, чтобы окончательно уйти на Запад. Подробности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян все больше напоминает, впавшего в панику человека, который при малейшей возможности вынимает из ножен, свой громкий пронзительно неприятный резкий голос. После разгромного поражения по итогам Второй Карабахской войны, психическое состояние Пашиняна довольно сильно пошатнулось. Внутри страны Ваваевича называют предателем, на международных площадках премьера Армении тоже не балует вниманием. Да и у кого может возникнуть желание связываться со страной, которая из-за абсолютно бездарной внутренней и внешней политики, превратилась в отстойник. Головная боль, да и только. Вышеперечисленная угнетает Пашиняна, который ощущает комплекс неполноценности, перед внешними неблагоприятными обстоятельствами. Поэтому время от времени премьеру Армении, хочется выделиться чем-то этаким, и сказануть громкие на его взгляд заявления, дабы заставить обратить на себя внимание и получить свою минуту славы. Для этого Пашинян в четверг направился на заседание правительства, где запомнился стандартными незамысловатыми высказываниями. Конечно же не обошлось без надуманных обвинений в адрес Азербайджана, якобы наша страна продолжает агрессивную риторику и действия. Перечислять полностью Пургу Ваваевича пожалуй не стоит, внимание привлекло лишь одно заявление. Для выяснения действительности, по части взаимных обвинений со стороны Армении и Азербайджана одним из решений, может стать размещение мониторинговой миссии ОДКБ, вдоль армяно-азербайджанской границы. В условиях невозможности осуществления подобной миссии, в рамках ОДКБ приемлемыми, для нас могут быть и международно признанные другие форматы, в том числе, сопредседательство Минской группы АБСЕ. Возникает закономерный вопрос, а понимает ли Пашинян вообще, что такое ОДКБ, в чем заключается функция данной организации. Перед тем как выступать на трибуне, Ваваевичу следовало бы зайти на официальный сайт ОДКБ, и ознакомиться с уставом организации. В частности прочитать главу 4 статью 12, где черным по белому написано, что решения Совета коллективной безопасности, Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности по вопросам, кроме процедурных, принимаются консенсусом. То есть по тому или иному вопросу необходимо, общее согласие стран-членов ОДКБ, достигнутое в порядке обсуждения. Что касается позиции военного блока, в связи с обострением ситуации на армянно-азербайджанской границе, генсек организации Станислав Зась выразил обеспокоенность, опасностью дальнейшей эскалации напряженности, и призвал стороны, использовать дипломатические методы для урегулирования противоречий. Фактически, в ОДКБ щелкнули по носу Пашиняну, четко дав понять, что организация не является игрушкой в руках Армении, и выполнять все незатейливые прихоти, и пожелания официального Еревана там не намерены. В то же время Ваваевич по сути подписался под тем, что Армения так и не состоялась в качестве независимого государства. Границы Армении с Турцией и Ираном, охраняют российские военные. Теперь Пашинян жалобно просит ОДКБ, читай Россию, чтобы те охраняли границу с Азербайджаном. Если Армения не в состоянии контролировать собственные границы, то о каком суверенитете может идти речь? Получается, что Азербайджан граничит не с суверенным государством, а де-факто с губернией Российской Федерации. Параллельно Пашинян кидает камень в огород России, мол, если ОДКБ откажется защищать армян, то это сделают другие сопредседатели Минской группы АБСЕ, то есть Франция и США. Может в этом и заключалась главная цель мыслитворчества Пашиняна? Создать провокацию, целенаправленные обстрелы позиции азербайджанской армии, в Кельбаджарском направлении, чтобы вызвать ответные меры ВС Азербайджана, обвинить ОДКБ в бездействии, помахав ручкой, удрать на запад. Кстати, еще будучи в оппозиции, Пашинян последовательно выступал за выход Армении из ОДКБ. В организации хорошо помнят, как армянский премьер пытался обезглавить военный блок, в 2018 году, предъявляя обвинение в свержении государственного строя в Армении, экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову. Тем самым Пашинян намеренно дискредитировал отношения Армении, с другими членами военного блока. Причем после ареста Хачатурова Ваваевич, долго блокировал назначение нового генсека организации. После всего произошедшего просто удивительно, с каким особым цинизмом Пашинян, теперь обращается в ОДКБ. Впрочем, ОДКБ, как и Москва слезам не верит и Ваваевичу, судя по крайнему заявлению организации, вежливо указали на дверь.